Добрый день, уважаемые подписчики, розоводы и гости, заглянувшие на канал Розовое Хобби. С вами Татьяна. Сегодня речь пойдет о розе Лиола. Это роза Флорибунда, итальянского происхождения питомник Барни 2003 года. Цветы нежно-розовые, я бы сказала, жемчужные с ярко-розовой каймой. Цветок простой или полумахровый из шести-восьми лепестков. Края лепестков волнистые, цветы собраны в соцветия. Куст прямо стоячий, не разваливается, высотой до 90 сантиметров, но у меня он пока не широкий, 50 сантиметров, хотя возможно разрастание до метра. У меня растет на солнышке, но цветы не подгорают и дождя не боится. Цветы не окукливаются, не склоняются от влаги. Роза Лиола относится к шестой зоне зимостойкости и довольно устойчива к мучнистой росе и черной пятнистости. Многие розоводы заметили ее особенность. В августе розы выдают базальные побеги. Но обычно к моменту укрытия они успевают окрепнуть и хорошо зимуют даже в условиях Подмосковья, четвертая зона. У меня растет один куст. Саженец пришел вместо ожидаемой розы бриоза, тоже итальянки. Поначалу я расстроилась, что роза не соответствует сорту, ведь я ее посадила на заранее отведенное для бриозы место. Но что выросло, то выросло. Однако, когда розочка показала свои цветы, собранные в кисть, я была приятно поражена. Неоднократно видела фото розы Лиола, но никогда не предполагала посадить ее у себя. Когда же увидела эти изумительные жемчужно-белые цветы с яркой темно-розовой каймой, влюбилась в эту розу. Конечно, мне пришлось ее пересаживать в более подходящую компанию, но роза хорошо перенесла пересадку. Но скорее это была перевалка, а не пересадка, потому что розу пересаживали вместе с комом земли. Молодые побеги у розы красивого красного цвета. Шипы есть, но не страшные, не сплошь покрывают побеги. При созревании листва становится темно-зеленого цвета, среднего размера, не глянцевая, но все же достаточно плотная. Это качество помогает розе быть более устойчивой к различным заболеваниям и нашествию вредителей. Профилактику от болезней и вредителей я всегда делаю розам. После ранней весенней обработки медсодержащими препаратами при наступлении теплых дней обрабатываю фитоспорином и фитовермом. В посадочную яму я добавляла конский перегной, один стакан золы и две таблетки глеукладина, а также 100 граммов суперфосфата. В первый год посадки я подкормливаю розы только микроэлементами по листу и даю осеннее удобрение, начиная с августа. Подкормки микроэлементами по листу я делаю после образования настоящих листочков, соответствующих размеру сорта. Я подкормливаю свои розы микроэлементами экофуз и силиплант, а в прошлом году начала впервые применять серию капля. У меня роза еще совсем молодая, но уже привлекает к себе внимание необычными цветками, которые раскрываются соцветиями на каждом побеге. Цветение длится с июня по октябрь и перерыв совсем небольшой. При отцветании цветок теряет розовый край и иногда появляются розовые веснушки. Землю под розами я всегда мульчирую скошенной травой, компостом или корой. Так и сорняков меньше и влага задерживается дольше и побегом шиповника труднее пробиваться. Но под укрытием скошенную траву я не оставляю, если она не успела переработаться. Все мои розы зимуют под воздушно-сухим укрытием, под двумя слоями спанбунда плотностью 60. Рано весной удаляю все слабые, засохшие, заболевшие побеги, а крепкие побеги розов лорибунда я обрезаю до 4 почек. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я познакомила вас с итальянской красавицей розой Лиола. Возможно, кто-то из вас выращивает эту розу. Расскажите о своем впечатлении. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео было вам полезно. Уважаемые подписчики, благодарю вас за поддержку. Желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Всех благодарю за просмотр. С вами была Татьяна на канале Розовое Хобби. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова